и всем приветик ребятки значит а сегодня будем играть вот такую вот игрушку под названием есть мэсэйдж вот все права копирайты в общем куда создатель анжела фи ну и в принципе да что давайте начнем выглядит красиво мне нравится акварельная рисовка пока мисс выглядит красиво это будет как новелла фарма без гимна идеальное время для того чтобы остаться внутри и закончить мою работу мне надо работать мне так скучно я не могу сконцентрироваться минус минусы черной одежды жарко польза польза ношение черной одежды жарко ну точнее или может быть два значения либо фото стрелка жарко либо горячим внутренняя дверь дверь моего получается товарища соседа короче раньше она держала ее открытой теперь она обычно закрыта растение некоторых людей есть дети умы и у меня есть растение которые сложнее убить различие различие прекрасный чай чай это чай отлично подходит для таких дней прекрасных тихих и спокойных книжки книжки с заголовками типа как чтобы дать людям понять что я могу общаться с людьми не их никогда не читала типа побложки по ходу день так так что ладно не знаю надо ли мне отвечать ладно 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 пускай мои люди поймут что я не просто чтож 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 как не чтож чтож работы с утра и тендера мнение чтож чтож отправить заметку. Отправим я. Интересно если он ответит. О, Дискорд. Пользователи Gov, GIF, iPhone... Хочется отправить вам, короче, сообщение. Не за что. Ну так что я постельная принцесса MacBook Pro. Что ты хочешь делать? Вернуться к работе. Работаю, но не могу сфокусироваться. Эээ... Внутренний кризис. Работаю, но не могу сфокусироваться. Хочет отправить вам сообщение. Оооо, я надеюсь, что я не сильно тебя отвлекаю. Потом я снимаю. Я тоже не могу сфокусироваться. Я про... я тут... Прокрастинат с макияжем. Снова идти работать. Давай посмотрим на макияж. Ты не отвлекаешь. Сейчас я посмотрю на макияж. Спасибо. Ты очень добра. Давай посмотрим на макияж. Я уверена, что ты хорошо... усердно в ней работала. Скажи мне, что я прекрасна. Ты под пимилашкой или у тебя... Привет. Ты очаровашка. Хочешь праздновать. Хочешь праздновать. Я хочу развить тебя свои руки. Как Бурита. Будь моей Буритой. Погоди, че... Нет, ты... 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 Почему ты такая милая? Давай... Встречаться... Нет. Нет, спасибо, но... Мне приятно, что ты спросила. Все нормально. Удачи сработать. И че делать дальше? Вскоре день закончился. Так... Я пошла поесть с Сергеями. Эээ... Ну, прежде чем как я ушла, моя... Соседка отвела дверь. Погоди, это че она? Не-не-не... Это Мэй. Ты уходишь? Когда будешь возвращаться? Скорее всего, после девяти. О... Почему? А... А... Да просто так. Ладно, тогда пока. Подожди. А... Пока день не закончился. С днем рождения. Ооо, надо же какое совпадение! Ты... Не забыла? Все... Все остальные забыли. Даже я... Даже я забыла. Конечно, я не забыла. У-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е. Нам спели песенку, короче, говорит. Она спела для меня. Спасибо тебе. Вы слышали только что, да? Вот это вот... Не, спасибо тебе за то, что ты мой друг. Что? Почему ты говоришь мне это? Я просто подумала... Жизнь коротка. Почему бы не показать людям, которые доказали мне дело, что они мне дороги? В таком случае, ты тоже прекрасный друг. Спасибо тебе тоже за то, что ты мой друг. Увидимся позже. Пока. Я поужинала с друзьями, как всегда. Я выключила свой телефон, чтобы сохранить зарядку. По пути домой я проверила свой телефон. Мэй, ты отличный друг, я не твоя вина. Мэй, мне страшно. 22 минуты назад. Это получается... Погоди-ка. Час назад. Мама. Привет, дорогуша, как прошел твой день? 40 минут назад. Мэй, мне страшно. 22 минуты назад. Мэй, ты отличный друг, я не проеду. Почему ей страшно? Когда я вернулась домой, мне было холодно. Я нервничала, но я не знаю почему. Так, на двери записка. Я больше ничего не могу договориться, да? Тогда остается только дверь. Не входи. Позвони полицию. Они будут знать, что делать. Люди, Мэй, не заходи в комнату. Я прочитала записку. Не заходи, позвони полицию. Они будут знать, что делать. Люди, Мэй, не заходи в комнату. Вызвав полицию или зайти. Или отходи. Вызвав полицию. Я вызвала полицию, пока я смотрела на дверь, не мигая. Когда они прибыли, я почувствовала себя... Я почувствовала, как я обдумываю эту ситуацию. Меня, ее, полицию, которая в итоге приехала. И вот это вот странное чувство. И услышала, как я бесконечно кричу. Ох, ох, ох! Мой призрак как бы смотрел на то, как я двигаюсь и творю. Как актер на цирке. В котором я нахожусь и... Я слыш... Я... Я... Слышала разговоры с знакомыми и друзей. И они говорили одинаково. Ты слышала, что-то я нашла? Нет, что? Кто-то... Свершил... 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 Это так грустно. Кто? Где? На втором этаже. Ты, скорее всего, не знаешь ее. Мэй? Нет, но... Че? Многим было жаль, что она это сделала, но не многие по ней скучали. Но я помнила ее улыбку, ее смерть. И то, как она была добра ко мне, даже в мелочах. Я не могла ее забыть. Когда новые люди заводили в мою жизнь, я искала ее в ней. И не могла помочь. Я не могла ни шусь от этого поделиться. И надеялась, что она все еще здесь. Только во время похорона я... Я... Реальность... Я поняла... Ну, то есть... Я приняла реальность. На похоронах я услышала, как она поет. Теперь она пила грустно и медленно. Она пила, когда все остальные забыли. И... Теперь, когда ее нет, больше никто не будет помнить. И пока я слушала ее, мой призрак врезался в реальность. И ударила боль. Все это время без анестезии и шока. Это была реальность. Она была мертва. И мы... Укладывали ее для меня. И... Концовка. Скуча... Мы типа скучаем. Никто не... Никто не мог это вот рассказать. А я... Неужели я пропустила какое-то сообщение? Называется игра Miss Message. Это, получается, вот у нас будут такие короткие несколько заходов. Черт. А есть хорошая концовка, где типа... Так. Тут уже какое-то другое начало. Метель рассягивалась на миле. Вдалеке я увидела фигуру. Я... Говорила. Мэй? Здесь небезопасно. Мэй, это ты? Вернись. Она просто улыбнулась. Она выглядела довольной. И... Ей было все равно на опасной... Ну... Юли. Как будто бы она шла куда-то в лучшее место. Как будто из-за... Как будто она не слышала мой голос. Я потеряла ее в любви. Пожалуйста, не уходи. Не уходи одна. Она исчезла в снегу. Я упустила сверху. Я просыпаюсь в холодном поту. Поюю. Поюю... Мне страшно. Я не знаю почему. Почему это был этот сон? Так. Наверное, лучше просто забыть. Мне надо начать работать. Ага. Значит, это был просто первый чаптор. Блин. Чай. Дверь. Дверь моей соседки. Раньше она была открыта, но теперь она все время закрыта. Я помню этот сон. Я сегодня просто раздаю всякие костюмы. Например, вот этот вот. Я только что проснулась. Костюм. Я стараюсь переводить, ребятки, ладно? О, тут какие-то бумажки, наверное, не прочитали. Все в порядке. Вы влюблены. Но все время спрашивала, если мы в порядке. Ну и да, постер. Ну и да, постер. Мой перриценный мадокра-магика постер. Который на самом деле просто распечатка. Боже, не такие милые. И парочку заметок от моей подруги и соседки. Которая одновременно и далека, и дорога, и очень усмена. Привет, мои зеленые, достойные, лучшие друзья. Чай лучший напиток. Дешевый. В нем есть кофе. И он вкусный. Не то, что егей, но на самом деле немножечко егей. Я не говорю, что егей, но на самом деле это вот типа то, что я имею в виду. Ладно, допустим. Дверь в наружный мир. Погоди. Не, мне лень. Лучше я просто полежу в колосе. Вот так. Мне надо работать. Ну этот сон. Я не могу... Лучше я просто конкурировался. О! Ну, опять-таки, сон. Что это? Стоит ли мне принять? Понятно. Как мило. Мы отправляем. Оно повторяется. Интересно, если мы не увидим. Это странно. Я слышу голоса. Как будто бы они исходят из... Двею мы... Забери на этот сон. Как видите, повторяется этот чат. Две мы все в киное. Сходя ближе, я слышу голоса. Даже несмотря на то, что я плохо говорю по-китайски, я все равно могу слышать... Злую китайскую мать, когда я... Все равно я могу различить всю злую китайскую. Тайуан Лэвэйшэнэбэу. Слишком ленивая. Почему бы тебе не... Её мать быстрая лекционная китайская её матери иногда приостанавливается для мягкого Ча не будет Да не учительница А потом продолжим 12.48 12.48 не учительница Хорошо Да мне всё равно, мама сказала 12.30 Мне показалось, как будто я слышала что-то, что у меня не было Так что я отошла от двери Так, ну и на этом мы закончим Всем спасибо за просмотр Давайте продолжим эту историю, если вам интересно будет Всем спасибо, всем пока Увидимся в следующей серии Увидимся в следующей серии